Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Давайте проанализируем ситуацию, которая сложилась на финансовых рынках в ходе прошлой торговой сессии, посмотрим, каким последствиям она привела в динамике инструментов и обратим внимание на то, что сегодня не должно, скажем, ускользнуть от нашего внимания в плане отчетов. В целом, динамика на рынке Форекс сейчас без существенных изменений. Если не брать в расчет локальное укрепление доллара, которое случилось на азиатской сессии, мы сейчас наблюдаем пару доллар-иена. На отметке 111 восстановление практически произошло с поддержкой 110, правда, мы до нее не добрались. Европейская валюта также корректируется с локальных максимум 1.23. Видимо, действительно, этот уровень стал настолько страшным для, в том числе, и европейских фондовиков, что вчера мы наблюдали серьезные распродажи европейского фондового рынка. И я думаю, что эти опасения были связаны именно с негативным влиянием крайне высокого обменного курса на показатели экспорта и конкурентоспособность, собственно, немецких производителей. Но я думаю, что вот эти экономические следствия вам всем понятны и очевидны. В центре внимания по-прежнему остается нефтянка, поскольку мы находимся на многолетних максимумах, фактически с 2014 года по евро. Похожая ситуация была. Мы снова преодолели сопротивление 70 долларов за баррель, и сейчас видим, как вот эта восходящая динамика постепенно замедляется, импульс роста иссякает, это даже видно, в принципе, в динамике по волатильности, в динамике интенсивности роста. И мы видим, как постепенно начинает меняться настроение, меняться новостной фонд, который, будем надеяться, но, опять же, не хочется накаркать, станет причиной вот этого разворота, на который мы с вами настраиваемся. Помимо этого, еще следим за британцем, который достиг уровня, который мы видели еще со времен Брекзита, друзья, несколько лет прошло, прежде чем фонд снова смог восстановиться в районе 1.38. Помимо того, что фонд прекрасно использовал возможности роста, точно так же, как и прочие рисковые инструменты из-за слабого доллара, мы нашли еще и позитив в переговорах по Брекзиту. Я сейчас, чуть позже, точнее, вернусь к тому, что интересного по британцу и по процедуре Брекзита, вот этого переговорческого процесса, который тянется уже второй год, и мы по-прежнему настраиваемся на какие-то прорывные моменты, на прогресс договоренности, уже способные стать основой для дорожной карты, будем надеяться, последующих теплых отношений между Англией и Европейским Союзом. Продолжаем покупать фунт. Я поддерживаю, друзья, тех, кто ориентируется на отметку 1.40. Мне пока что смелости не хватило, чтобы, опять же, сохранить позиции после касания планки 1.37. Если вы в длинных позициях, я с вами, друзья, давайте, ну, мысленно точно буду тащить фунт повыше текущих значений, и надеюсь, что сегодня нам в этом поможет статистика, потому что, да, в целом, вся неделя, она интересна для британца, сегодня день уж тем более, поскольку практически скоро, в 12.30 по московскому времени, мы ждем данные по инфляции Англии. Ну, об инфляции мы поговорим тогда, когда переходимся на фунт. По нефтянке давайте быстренько, потому что особо новостная картина не изменилась. Мы видим то, что трейдеры пока что сохраняют бодрое расположение духа. Мы видим то, что котировки держатся в непосредственной близости от отметки 70. Пока что медведи, я уверен, не присутствуют на рынке, но ждут какого-то дополнительного триггера. И, в принципе, пожить с чем. Этот триггер может быть связан. Ну, в целом, на чем нефть растет? Это на американской статистике, друзья. Это все резонанс тех отчетов, которые были на прошлой неделе. Но эта неделя у нас новая, поэтому новый блок статистики. Мы ждем снова данные от Американского института нефти. И мы ждем отчет от Администрации аналитической информации. Напоминаю, что из-за празднования дня рождения Мартина Лютера Кинга в понедельник у нас отчет от Администрации аналитической информации по запасам на объемы добычи будет не в среду, а в четверг. Подождем. Возможно, наши ожидания будут вдвойне или вдвойне вознаграждены. Но если, конечно же, мы увидим все-таки распродажи на нефть. Помимо статистики, спросовым таким моментом, повышающим интерес к нефтямке, является и слабый доллар. Но здесь тоже уже относительно. И этот аргумент пока что не стоит рассматривать с точки зрения долгосрочного влияния на нефть. Потому что вот сегодня у нас доллар уже восстанавливается. Индекс доллара отошел от минимальных значений. Американские казначейские облигации тоже начинают понемногу отрастать. Да, это еще не полноценный разворот. Но согласитесь, если все-таки пока что у нас коррекция, потом эта коррекция, как ни крути, но имеет шанс основания перерасти в восходящее движение, полноценное восстановление, то для нефти это уже, собственно, фактор совершенно другой динамики, отнюдь не от роста. Отметил, друзья, то, что мы ориентируемся, как и ранее, на американскую статистику. В этот четверг будем следить больше не за запасными объемами добычи, поскольку уверен, что вправе рассчитывать, что вслед за ростом количества терминалов на 10 единиц, вы помните, их число увеличилось, должны были подрасти немного объемы добычи. На сезонный фактор и на праздники, в период, скажем, отпусков таких праздничных мы уже не делаем ставку, поэтому хотим получить чистые, возвешенные и точные цифры, рассчитывая на то, что производство нефти снова постепенно идет в гору, приближая американских производителей к тем плавным, скажем, прогнозам, которые были обозначены еще администрацией научительской информации, то есть достигнуть показателем 10,3 до конца этого года, 10,3 миллиона баррелей в сутки. Поэтому давайте резюмировать, что у нас есть в плане оснований для вероятных, весьма вероятных распродаж, потому что уровень очень крутой, перегретость рынка. Я уверен, что если вы также уделяете очень много внимания техническому анализу, много индикаторов, опережающих уже давно стали подавать вам сигналы существенной перекупленности инструментов. Обращаем внимание на фундамент. У нас ожидание по статистике, по росту добычи, у нас рост количества нефтяных терминалов, и у нас четкое осознание того, что высокие цены на нефть не только будут стимулировать американских производителей и дальше увеличивать добычу, но и, возможно, станут основной причиной, за которой участники политического пакта рассмотрят возможность досрочного выхода из этого соглашения. И все это, друзья, в плане возможной отдачи, реализации, все это может оказать давление на котировки WTI и Brent уже в ближайшие дни. Рубль 56.36. Давайте плавно пропустим динамику рубля, потому что раз у нас по нефти, в принципе, ничего из-за трендовой динамики не изменилось, то и рубль тоже пока чувствует себя неплохо. Евро против доллара. Вчерашний хай 1.22.96. Вот глядя на то, как активно евро подхватило повышательную динамику прошлой торговой сессии, то есть пятничные, были очень высокие шансы добраться до сопротивления 1.23, но силенок у покупателей евро не хватило. Хотя позитивный фон для евро, он действительно был очевиден. Это фундамент новостной политический фон непосредственно из Германии, скажем так. Это, конечно же, еще и слабый доллар. Особенно его слабость проявила себя во всей красе на закрытии прошлой недели, когда мы наблюдали серьезный прессинг на индекс доллара, и он фактически просил двухлетнего минимума. И это, друзья, начало 2018 года явно не радужное. Если провести параллель с тем началом года, который мы открывали, 2017 год, то там была другая динамика. И мы помним, в конечном счете тренд изменился, и вместо предполагаемого роста все-таки доллар преимущественно слабел. Я надеюсь, что сейчас у нас тоже произойдет слом трендовой динамики, только с текущей слабостью мы начнем постепенно набирать высоту. Причины роста евро, ну, я не буду особенно улыбляться в них, я думаю, что вы помните. Рынок крайне оптимистично отреагировал на достижение коллекционного правительства, соглашение между партией Меркель и социал-демократами, развил тему в том, что теперь канцлером Германии является Меркель, теперь снижены существенно политические риски. Также рынок продолжает еще обращать внимание на последний протокол заседания Европейского Центрального Банка, где, как вы помните, многие высмотрели прямые намеки от ЕЦБ о готовности отказа от техосимлов и проявлении инструментов по мягкой экономической политике, которые используются сейчас и задействованы уже на протяжении последних трех лет. Это низкий процент приставки и программа количественного смягчения, объемы которых, как вы знаете, были сокращены в конце прошлого года до 30 миллиардов евро. Соответственно, стоит ли использовать политику, понятное дело, я думаю, то, что рынок уже отыграл, так он и на нем долго расти не удастся. Стоит ли использовать якобы жесткие протоколы для того, чтобы покупать евро дальше? Думаю, нет, друзья, потому что, как ни крути, но окончательное решение по поводу денежно-кредитной политики будет зависеть от данных по инфляции сроков достижения целевого значения в 2%. У нас уже совсем скоро новый отчет по индексу потребительских цен в еврозоне. Думаю, что очередное снижение проявит себя, и слабость инфляции может стать причиной, из-за которой трейдеры, особенно те, кто сейчас активно покупает евро, окажутся, собственно, в ловушке собственных же избыточных ожиданий. Есть ли выход из этой ловушки? Ну, конечно же, есть. Нужно изрядно озвузить позиции европейской валюты, чем рынок, наверное, уже сейчас и занимается. И, друзья, еще особый такой убедительный сигнал для тех, кто все-таки присматривается к лонгам, либо к крылых совсем, ну, недавно, можно сказать, на пиках показанных пара евро-доллар. Вы посмотрите, как на чрезмерный рост европейской валюты отреагировал национальный фондовый рынок. Он снизился. Это я начал бриппинг с рисков для экспортеров, они очевидны. И если вам плевать на экспортеров и на будущие показатели торгового баланса, как вообще национальная валюта в плане ее силы влияет на загрузку промышленного сектора, на показатели экспорта и импорта, партежных балансов и так далее, не забывайте, что курс национальной валюты напрямую влияет и на инфляцию. А инфляция для Европейского центрального банка, который борется с низким ее значением, это очень важный ориентир, и я уже об этом сказал. Соответственно, если сейчас отпустить евро в свободное плавание, это равносильно тому, что Европейский центральный банк поставил бы крест на тех действиях, которые ранее предпринимались по разгону инфляции. Это те инструменты, которые мы с вами знаем, это программа количественного смягчения, низкие процентные ставки, и признал бы их несостоятельность и неэффективность. Но я думаю, что вряд ли это возможно, и уверен, что вы со мной согласитесь. Поэтому по евро, друзья, нужно сейчас рыть уровни, значения, цены, чтобы найти хорошую, подходящую и максимально оптимальную точку для долгосрочных продаж, главного валютного риска. Доллар японская, иена. Начали мы действительно год очень плохо. Я даже не знаю, с чем такая агрессивная продажа может быть действительно связана. Хотя несколько причин мы уже называли. Но при всем том, что я уважаю каждого из них, я не считаю то, что вот так вот нещадно можно было продавать доллар на протяжении первых чисел января. Что же рынок сейчас торгует по доллару в плане рисков? Ну, действительно, если говорить про политические риски, то главный политический риск у нас связан с американской экономикой. Это риски, которые повышают неопределенность, разгоняют турбулентность, волатильность. И, возможно, одним из самых актуальных рисков подобного формата является ситуация, касающаяся продления финансирования правительства США. Вот своего рода дедлайн у нас есть. Это 19 января, конец этой недели. Считается, что до этой даты обязательно законопроект о продлении увеличения государственных расходов и продлении финансирования государственного аппарата и структур государственных будет принято. Это, конечно же, позитивный момент для долгих, друзья. Я считаю то, что этот фон и принятие этого законопроекта должно привести к восстановлению курса американца. И, надеюсь, тот рост, который мы наблюдаем сегодня на азиатской сессии, это как раз подготовка к явной смене настроений с возможностью постепенного отката, восстановления и возвращения в русло восстановительной динамики для американца против иены. Но из важных событий, которые можно было бы использовать для анализа, сейчас по доллару выделить особо нечего. Неделька спокойная для американцев, хотя вот принятие законопроекта, либо даже риск, собственно, при остановке работы правительства, это серьезный фундамент. Вы не забываете, друзья, про то, что есть чем торговать сейчас по американцу и понимаете, каким последствием тот или иной сценарий исхода данного новостного фактора может привести и в динамике, собственно, доллара. Я, возможно, действительно один из последних, кто продолжает покупать эту валюту. Не буду изменять своим прежним взглядом. Считаю то, что у доллара есть шансы на восстановление. Фунт, друзья, тоже довольно интересный актив. При этом мы вчера разбирали подробно то, что происходит с британцем. И при всех прочих новостных катализаторах роста фунта все-таки пришли к выводу, что основная причина роста британца это ослабление доллара, которое мы наблюдаем. Но если сравнивать восстановительную динамику фунта с тем же самым европейским валютным активом, фунт чувствовал себя бодрее. Считается то, что причиной роста выступили довольно позитивные комментарии от руководства Нидерландов и Испании, которые не против голосования за мягкий, теплый Brexit, который предполагает сохранение прежних ответственных торговых отношений с Англией. Это новостной фонд «Пятница». Но, как вы знаете, под закрытие дня, в принципе, пришло опровержение, что никаких подобных комментариев, собственно, данные регионы не давали. Я считаю, друзья, то, что мы смело можем дальше рассчитывать на какой-то положительный сдвиг в переговорах по Brexit. Кстати, стартует уже новый раунд в конце этого месяца. Будем ждать. Я рассчитываю на то, что стороны, которые... Вот вся политика вот этих переговоров, которая наблюдалась, была направлена и происходила в следующем ключе. Со стороны Европейского союза выдвигались жесткие, такие бескомпромиссные требования в адрес Англии. Тереза Мэй, которая отстаивает интересы английского домохозяйства, ну, априори, может быть, это такие инстинктивные ответные реакции, защитные механизмы против таких предложений, потому что она, прежде всего, должна думать об интересах национального государства. Соответственно, контрпредложения, которые не устраивали Европейский союз, и все это в замкнутом ключе. Поэтому переговоры затянулись больше, чем надо, друзья. Вот мы уже в 2018 с вами году, и при этом продолжаем лишь верить в то, что все-таки участники этого переговорческого процесса осознают важность принятия взаимовыгодных и компромиссных решений. Я полностью поддерживаю позицию премьер-министра Люксембурга, который уже призывал стороны к важности и необходимости прагматизма, прагматичного подхода, потому что это тот самый подход, который учитывает интересы обоих, скажем, сторон, которые участвуют в переговорах. И таким образом действительно можно будет снять целую гуру негативных последствий. А может быть, еще позитивным моментом является достижение все-таки соглашения по формированию коалиционного правительства, потому что теперь, ну, с натяжкой, но я думаю, что мы можем использовать такую формировку, переговорами по Брэкзит займется и Меркель. Меркель — это не то чтобы союзник Англии, но это крайне тоже прагматичный политик, который понимает, насколько важно сейчас сохранить прежние торгово-партнерские отношения с Англией. Возможно, ее позиция также будет определяющей, доминирующей в позитивном ключе и сможет привести к еще большему росту фунта. Но это все в перспективе ближайших месяцев, переговоров. А с чем мы работаем в моменте? Локально сегодня отчет 12.30 по инфляции. Очень важная статистика, потому что это статистика по индексу потребительских цен. И здесь два сценария развития событий. Ну, то, что инфляция снова примерно будет в районе 1-2%, это крайне высокое значение. Это куда выше, чем темп роста заработных плат, это куда выше цели Банка Англии. И, конечно же, на фоне такой высокой инфляции Банк Англии снова рассмотрит возможность ужесточения монетарного режима и политики. К чему это приведет для британца? Ну, такой расклад, конечно же, это фактор поддержки, соответственно, для фунта. Вот то, что инфляция будет в районе 3-2%, я не сомневаюсь. Ну, посмотрим, конечно же, по цифрам. У нас осталось 20,5 часа, чуть больше 2,5 часов. Ну, если все-таки каким-то чудом индексу потребительских цен удастся оказаться ниже 3%, динамика может быть совершенно другой. Снижение инфляции и приближение все-таки к цели – это сигнал, который может позволить участникам рынка, трейдерам, рассчитывающим или ставящим на то, что Банк Англии не будет в скором времени повышать процентные ставки, зацепиться в свою позицию и быть абсолютно уверенными в том, что, действительно, если ставку повысить, то не раньше конца 2018 года или даже позже. В этом ключе фунт может просесть. И я думаю, что просесть даже неплохо больше, чем на фигуру. Но еще раз повторюсь, что вероятность реализации первого сценария, она куда выше, потому что я особо не видел каких-либо серьезных аргументов, причин, которые можно было использовать, чтобы сказать, что инфляция пошла на спад. В данном случае при укреплении фунта, который мы видели, этот рост пришелся только на последние недели, которые, конечно же, еще не учитываются в статистике и в тех данных, которые мы будем анализировать сегодня. Поэтому вероятность того, что инфляция все-таки останется выше 3% крайне высока, поэтому фунта есть возможность сегодня рассчитывать на поддержку. И еще пару слов про канадца. Здесь котировки особенно не изменились. У нас 1,2428. Чуть выше мы пару видели в рамках вчерашней торговой сессии. Рынок готовится к решению Банка Канады по процентной ставке. Никто не сомневается, что ее повысит. Точнее, даже со ссылкой на рейтерс вероятность роста ставок около 80%. То, что нам будет после завтрашнего заседания на отметке 1,25%. Еще раз повторяю, друзья, то, что я в данном случае занял абсолютно радиальную положенную позицию. Я считаю и отношусь к невероятно небольшому количеству тех, кто анализирует то, что происходит в рамках регулятора процентных ставков. И выступаю за то, что ставку не изменят. Ну, опять же, повторяться, почему я так думаю, не буду. Завтра мы об этом поговорим. Да и в целом, я уже даже в ходе вчерашнего брифинга касался этой темы и также говорил об этом еще на прошлой неделе. Поэтому жду, что USDCAD вместо предполагаемого снижения до отметки 1,22% все-таки получит импульс, которого будет достаточно, чтобы добраться до уровня 1,26%, может быть, даже повыше. Друзья, собственно, на этом все. Огромное всем спасибо, кто присоединился к брифингу в прямом эфире через перископ. Не забывайте, что если нет возможности просматривать онлайн вещание, то у вас всегда есть возможность зайти на канал на YouTube и выбрать рубрику брифинги и поставить, собственно, актуальный выпуск, чтобы быть в курсе всего, что на рынке происходит. Надеюсь, что информация является для вас полезной, вы используете ее, и она помогает вам принимать точные, оправданные инвестиционные решения. Собственно, любой, скажем, новостной фонд я стараюсь разбирать детально. Стараюсь быть максимально объективным, непредвзятым. Ну, может быть, исключение только доллар, потому что в отношении доллара я закостенелый покупатель. И будучи фундаменталистом, я думаю, что меня поймут трейдеры, которые также относятся к американцу, как и я. И в данном случае я зачастую рекомендую практически всегда сделки, которые направлены, особенно в паре доллара и иена, на приобретение этого валютных активов. Но пока, снова повторюсь, я не вижу серьезной причины, из-за которой можно пересматривать ориентиры и искать уровни гораздо ниже текущих значений. Друзья, хорошей вам прибыльной торговой сессии. Не забывайте контролировать риски, это очень важно, особенно на таких волатильных рынках. Увидимся завтра. Всего доброго, до свидания.